Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Не просто выгодно, альфа-выгодно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok здравствуйте никита так ну что пойдемте сейчас дом на виды красивые вы как добрались то без происшествий ну все отлично сейчас пойдемте так вот у нас смотрите у нас получается вот этот дом это наш первый дом да и вот этот наш второй дом до адрес адрес я вам дал этот все правильно да это дома еще старые им уже больше 100 лет как бы мы не пользуемся больше все на противных и то есть вы в чугуне чугунки есть глиняные горшки у нас там абсолютно хоть чем можно готовить даже у нас есть казан небольшой тоже вот в днем когда допустим мясо надо разварить побольше у нас тоже вот пользуемся почему вы хотите сельской жизни молодые годы они говорят да вы знаете нам как это вся сувиата родская она настолько надоело уже просто присытились и это так есть я очень училась в екатеринбурге и я разжила я и пожила и на съемных квартирах и на комнатах и в общежитиях и короче вот у меня вот сколько я училась четыре года я только где-то мне пережила и это были разные районы там буквально вот университет сам находится в центре города ты забираешься с окраина это полтора часа полтора часа туда ты едешь 9 например пары там идут до пяти до 6 вечера иногда до восьми вечера и ты просто уже обратно едешь вот такой в какой-то момент приходит осознание что надо что-то в этой жизни менять и возможно надо ехать из города в деревню вам нужно в московские пробки попасть я представляю я в семнадцатом году работала получается в детском лагере вожатым и два месяца отработала накопила денег их не ездила в москву три недели в москве жила я посмотрела я знаю курс молодого бойца вы нашли какие у вас там пробки даже буквально в метро до центра города до красной площади добраться к этому надо просто привыкнуть сразу тумблер включается либо ты это можешь принять и живешь в этом ритме либо все-таки нет и действительно нужно какую-то такую тишину для себя искать есть такое очень многие даже вот москвичи стараются за города где-то где-то селиться чтобы да какие-то такие более тихие места в москве просто работать но у вас конечно в этом плане благодатно здесь всегда кто-то любит ближе к центру кто-то любит ближе к окраине и то есть и в городах и также в деревнях кто-то любит жить в центре деревни а кто-то ищет окраину нет у вас вообще отшиб великолепный да согласно а зачем нужно рыхлить это чтобы жар распределялся равномерно чтобы прогорало быстрее и равномерно там допустим остаются небольшие головешки такие все уже прогорело есть головешки то вот их разбиваешь и они уже быстрее прогорают пара пара вопросов да 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 интересно сколько это все может простоять вот без какого-то ухода без поддержки думаю долгое время еще простоит но дом этот конечно у нас начал подседать последнее время саму печь нужно как-то обслуживает они не знаю да конечно подложить мы порой делаем капитальный ремонт а иногда косметический сами да мы прям ее сколько лет назад мы ее шкуривали все это до кирпичей все по новой замазывали потом белили вот так как мы провели капитальный ремонт потом последние годы вот мы сейчас ее просто белим тут вот например у нас накоптила так открываешь подкидываешь когда тяга не очень она раз дымочек выходит еще парка вот так же он тут вот у нас тоже он все в трещинах и небольшие морозы когда были ему прям усиленно топили и вот такие вот они появились такие выраженные а так до этого не было так сейчас у нас тут уже вода закипает на пельмешки будем варить пельмени в общем сейчас накрываем стол потихоньку идет полная подготовка еще пару пару рецептов и нюансов узнать так где код хочется взять в руки кота и с ним рядом сесть это будет очень красиво кошка у нас на палатах спит помогите пара супруге провод спрятать я хочу это смирать у меня все до телефону там такой код он там на как зайчик маруська хотя сейчас будет рассказывать рецепты пирогов которые сегодня стряпает колдует с тестом до мобильная есть но не всех операторов давай не работает мы выяснили что есть мтс когда будем такси вызывать а вот насчет билайна не знаю у нас тут его окошко ручная или такая немножко ручная ручная вот смотри андрюх я хочу сделать как я хочу сесть вот сюда вот так смотри возьму кота на руки и вот такой планшет тригганте лепит что-то делать а я вот так сижу с котом и что-то слушаю и мне кажется это будет такой прикольный экран планчик я кота аккуратно чтобы он никуда тарелки не полез силы и сидит я какой-то момент я подойду и тебя из каждого как то и не знаю и ты все время не не вот это вот так давай полночь запишем а потом мы посадим никиту и катю вдвоем и тогда они просто вдвоем будут в кадре и будет какой-то семейный я кого я кому-нибудь маруську передам маруська добрые такие ручные и вот бабушка рассказывала что у каждого двора есть определенный вот подходящий окрас кота что не каждый код приживется ко двору вот у нее жили всегда коты вот по моему двух двух каких-то видов двух окрасов а вот какие-то более диковинные вообще не приживались когда они быстро быстро уходили что касается рецепт но что то есть что готовится в семье то что готовится у нас только на урале например холодец мы делаем такой который никто больше не делает только у нас на урале так делают наши местности а в чем особенности именно вашего холодца ну мы поварим прокручиваем он такой получается более весной нежели как студень делают мясо раскрашивают на кусочки потом уже заливаю вот у нас такое мы любим такой что сварить прокрутить его через мясорубку добавить туда лучка чесночка мешать бульончиком и он получается такой мясной более однородный можно сказать вот такой холодец мы делаем ну что касается например еще нашей кухни это шанги я думаю что это как ватрушки да если я не ошибаюсь ну как ватрушки только ватрушки у нас считается это то что идет тесто и она намазанная сметаной немножко посыпанная с мукой перемешанную вот такой ватрушкой а шанга это именно картофель сверху со сметаной запеченной редька еще редька конечно знаю но живую не видел так как читал нет имеется ввиду блюдо а не саму овощ а я овощи имею ввиду ну редька но ее вместо и вместо картошки и до свое время кушали же репа 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 да так вот про рецепты мы в принципе поговорили плюс-минус но часто ли подписчики в комментариях просят какие-то граммовки или прям полные рецепты то есть часто ли спрашивают кулинарного совета какого-то такое бывает часто иногда когда у меня есть время я прям расписываю пишу какие-то рецепты иногда у меня не хватает времени я не делаю иногда бывает так что я сделаю я сделаю это так все как говорится быстренько на без всяких граммовок и без всего носковую руку ничего не завешиваю на глаз вот как это называется правильно вот поэтому я не могу как-то посоветовать по граммам я просто чувствую как это такое ощущение больше такой вопрос готовка в русской печи но мне кажется это мечта любой хозяйки или нет или это сложнее ну это сложнее да сложнее чем в духовке нужно правильно подобрать температуру это опять все таки все по ощущениям как ты и по опыту который у тебя есть в готовке в русской печи все это приходит потому что изначально если ты не умеешь ну да там растопишь печь можешь просто сжечь пироги поставить их очень рано потому что температура там очень большая там до 400 градусов может достигать температура вот а для пирогов это на где-то ну 250-230-220 градусов хорошо будет вот поэтому ну да сейчас в русской печи сложнее будет готовить нужно руку набить чтоб правильнее это все делать а в духовке конечно сейчас вообще же в духовке идут такие и температура выставляется и тена верхняя и не верхняя всякие конвекции вентиляции даже время все это можно как говорится по рецепту например посмотрел выставил на определенное время она у тебя раз и все отщелкнулась а тут нужно все следить вот ты за всем должен наблюдать то есть мне кажется больше поэтому ваши рецепты не подходят большинству да хозяйка потому что это просто ну какое-то ну не знаю свое видение своя набитая рука по сути ну может быть так ну кстати многие наши зрители есть у людей печки русские они готовят и они сами об этом пишут что они даже передают это из поколения в поколение как готовить как ухаживать за печкой как ее растопить правильно поэтому а делитесь рецептами вот с подписчиками вот именно там не знаю подписчики вам допустим какой-то рецепт а попробуйте вот так да да они также активно нам всякие свои рецепты советуют сделать да что-то мы делаем придерживаем своих советов рецептов и также я с ними делюсь этим всем ну и последний вопрос касательно вот готовки готовка разнообразная все-таки вы как хозяйка с русской печью все-таки такая так скажем каноничная русская женщина вот русская хозяйка вот много ли кроме готовки вот именно у вас хлопот по дому потому что вот мы сегодня посмотрели как Никита справляется по хозяйству ну да у него фронт работ ну я не знаю у меня бы наверное не хватило бы двадцати четырех часов на это все а у него на это уходит там по паре часов утром по паре часов вечером скажите какие вот обязанности у вас в этом случае ну это конечно же готовка уборка дома стирка глажкой ну что делают обычно женщины так же я помогаю Никите суправа и так же там могу начистить картошки например сварить собакам супы куром подготовить тоже всю еду там конечно с зерном это он сам занимается я это как бы никак ему в этом не помогаю так же в съемке вот как бы мы все делаем вдвоем все делаем вместе то есть всю работу мы делим ну нет такого да что что-то мужское что-то женское ну вот грубо говоря вы прям стараетесь друг другу в этом в этом случае да помогать ну да мы друг другу органично все помогаем ну насчет мужского женского я например не могу колоть дрова он это сам делает вот не заставляет меня это вот об этом ну конечно все женские обязанности я выполняю даже никита вам иногда мне помогает он может приготовить это тоже умеет с узкой печи обходиться конечно нам пришлось учиться то есть мы тут все вместе это осваивали то есть мы друг друга дополняем тут у нас идет переплетение где-то мне катя помогает где-то я ей капусту маринуем квасим вместе все это там нарезать где-то что-то мясо заготовка мяса нас тоже идет вместе нарезать пропустить мы все делаем органично вместе такой вопрос вот если мы говорим дома все-таки такие вот уже уже старые вот и все-таки русская печь у вас тоже уже старая вот вам как женщине не знаю вот может быть теплее вот готовить именно именно на этой так скажем очень старой печи что вот многие поколения женщин с этой же печью тоже обращались тоже имели к ней отношения не знаю вот вот это преемственность что ли она может быть как-то греет душу в каком-то смысле ну да я вообще не знаю как бы очень близкая история семьи семейная древа есть я составляю меня там до 1840 года я своих предков знаю как бы то что сейчас осталось то что есть да я за это все цепляюсь и пытаюсь хоть какую-то как бы многие же как живут в городах например ну и вообще сейчас жизнь такая что многие знают маму папу бабушку дедушку а что было ну как бы до еще чем их предки занимались они как бы мало знают этого даже пример такой что вот нас просили делать да на историческом факультете было такое задание для домашняя подготовиться к семинару принести свое семейное дело и многие просто ну вот они знают маму бабушку папу маму и все как бы больше нету и когда вывод с подружкой приносили со своей то что мы знаем до 1840 года нам преподаватели просто говорили вот девчонки вы молодцы продолжайте дальше делать вот я даже езжу в архивы специально заказывать документы чтобы узнать ну даты рождения хотя бы что-то вот такое вот потому что 1840 там до 1900 годов это все-таки очень далеко и сами даже вот получается бабушки прабабушки они многое как бы не знали немного и не рассказали вот а хочется как-то побольше к этому прикоснуться узнать как они жили раньше где они жили вот поэтому как бы да это очень приятно готовить в русской печи и вообще ну как бы дома с историей такие наде как-то на душе тепло и очень хочется вот есть деревня получается но от нее уже сейчас ничего не осталось там просто крест стоит что упоминание что здесь раньше была деревня и там жили мои прабабушки прадедушки было пять домов я туда сейчас езжу как бы и смотрю там такие классные виды просто мне все хочется представить как они раньше жили и вот если бы эти дома были там я бы наверно сохранила и бы и хотела бы чтобы у меня там были чтобы хотя бы прикоснуться к этому да это очень хорошо это сносок истории и кстати вот раньше здесь тоже жили женщина с мужчиной и дети они уже умерли их нету живых и дети их приезжают сюда и мы их пускаем в дом также мы пьем чай все и как бы они приезжают и сюда вестят и не прям приезжают все плодовые деревья это их отец просто посадил и она говорит ребят вам большое спасибо что вы мне позволяете сюда вернуться и вот окнуться в свое детство альфа банк первым в россии отменил комиссии за все переводы и платежи закажите бесплатную дебетовую альфа карту не просто выгодно альфа выгодно да прям печь топит на славу вроде не сильно так ну что а вот если прям сильно раскочегарить печь она все равно пол не прогреет потеплее будет так вот что если прям топить топить что она тут уже такой на потолке вот там 50 градусов он просто начнет все заполнять но с полов тянет то есть продыхи там все равно затыкаешь на зиму все делаю но тянет любом случае потому что он просел наклонился там везде зазоры все бывает доски разошлись это нормально это лечится легко чуни какие-нибудь по типу валенок и все морозы и валенках и ходим то есть у кати небольшие такие тапочки как валенки обрезан да он эти самокатки и прям запрыгнул а мыши есть сейчас нету находится работая полно хомяки крысы у нас он весь урожай свекланыча съели какие рыжие такие щеками здоровыми рыжие черно-рыжие хомяки это может быть сурки нет нет никак сурки хомяки это все можно отлично все да можно попросить кого-нибудь вот хлопнуть просто для давайте все так ну первый самый главный вопрос нет ли ощущения что на каком-то этапе жизни вы поступили неправильно и переехали всего или все-таки все правильно и так и должно быть ну на сегодняшний день мы только убеждаемся в том что мы на верном пути на правильно то есть у нас уже очень много планов по поводу того что мы будем жить в деревне мы у нас нету такой мысли что вот не прикупить бы квартирку где-то в городе может потом когда-то уедем там еще что то то есть у нас сейчас планы конкретно на деревне то есть мы строить дом собираемся обустраиваться обживать это место еще лучше 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 то есть как говорится нет предела совершенству то есть строится развиваться и в этом направлении дальше двигаться то есть мы пришли к такому мнению никуда не хотим а если идеи возможно каких-то социальных даже историю ну что вот пробовать там я не знаю что то здесь организовывать чтобы сделать это какой-то может быть туристической точкой чтобы пошел какой-то трафик людей следовательно село быть может даже разрасталась то есть чтобы люди здесь видя ваши красоты и даже оставались если такие мысли насчет это назовем так туризм на то есть чтобы развивать здесь туризм такие мысли как бы они есть от наших зрителей нам часто пишут в комментариях что ребята сделайте какой-то здесь туристическую базу чтобы мы могли приехать отдохнуть да но на сегодняшний день мы искать и больше любим тишину то есть вот мы вдвоем нам хорошо нам комфортно если здесь сделать какую-то базу для отдыха то есть что был поток людей это уже место потерять свою актуальность для нас если мы говорим начнем с такого бэкграунда так скажем изначально ты никита совсем-совсем местный катя из соседнего села рода но потом же во время учебы ты уезжала верно были мысли остаться в городе или ты уже тогда понимала чтобы да хочу в будущем вернуться и жить именно сельской жизнью вы уже тогда до во время учебы вы уже были вместе во-вторых я очень люблю природу а в городе там бетонный асфальт мысли были да возможно в городе остаться там все но убедилась лишний раз вообще я хотела изначально вообще в город переехать думал ой не останусь вашей деревне не буду жить не хочу не буду уеду в город буду в городе жить мама говорила всегда подумай прежде чем говорить вот и просто со временем убедилась что хочу обратно к себе домой вот потому что в городе это большой трафик много людей это большая загруженность в плане куда-то добраться это проблема жильем это надо либо снимать либо наверно брать ипотеку а это большое количество лет нужно платить но я не знаю как это правильно происходит но тут как говорится и свой дом есть человек мой поэтому я скорее так вот определилась но и все таки я очень люблю природу тут потихоньку своими силами все свое и потихонечку строимся то есть на брать кредиты ипотеки то есть своими силами все поднимаем вот а я тоже как бы насчет города у меня никогда таких мыслей не было чтобы уехать то есть я как-то уже наверно прям даже еще можно сказать детство больше придерживался деревне когда у меня подходил уже такой период жизни что нужно было ехать учиться в город то есть я понимал что нужно будет уезжать где-то там жить у меня не было желания что многие вот допустим деревнях то молодежь и не таки вот побыстрее бы уехать на учебу там и останусь жить у меня такого не было не было желания куда-то уехать и в итоге получилось так что я учился можно сказать дома на дистанционном обучении сейчас есть интернет все и прям такое было обучение у нас не пришлось ехать в город а там тоже это общежития съемные квартиры и для меня я в этом вообще хорошего ничего не видел аромат пирогов стоит на весь дом сейчас еще их помажем маслица так как я сам родом из белгородской области так вышло что кроме белгорода я ничего и не рассматривал для дальнейшего обучения мне этот город прям был сразу пригляден я прям вот как никита знал что он хочет жить здесь я знал что я хочу жить в белгороде ну так и вышло а так у меня тоже да все детство было таким деревне в белгородская трава чабрец по другому называют угу здесь вот в этой баночке липа и цветки иванчая и собираете где-то вот в окрестных сопках да где-то здесь да это прямо на скалах растет класс в июле в начале августа вот он благородская трава она цветет и ее собираешь так и пельмешки красивые Не, у свиньи они там дисциплинированы, у них там тропинка своя. У них еще и свобода. Я в шутке, как они не убегают. Да зачем вас здесь кормят их? Ну, они прошлись, там покопались где-то, вернулись, накормили еще добавочно, они пошли, полежали. А такой вопрос, дикий зверь, он не достает, да? Нет. Не рискует переходить? Нет, сюда они как бы не приходят, там допустим волк, медведь, кто бы мог. Так, нет, косули у нас тут пробегали. Ну, лиса иногда приходит. Нет, лиса не заберет свина, а вот условно... Ну, курей может, условно. Нет, ну курей, да, мы про свинов, свины-то в этом, на свободном выпасе. Ну, там такой берег высокий, что там, мне кажется, не каждый зверь дышится туда. Нет, ну почему? У кого-нибудь медведь, волк, они могут. Нет, просто я почему спросил, просто папа еще в детстве рассказывал, что у них бывали прям нападения волков, они прям с стаями забегали. Ну, когда, видимо, в лесу есть нечего, они его... Ну, то нет, просто к тому, что здесь видишь людей немного, то есть там же в чем смысл? Зверь-то чувствует человек и боится, а тут людей просто немного и просто интересно. Нет, таких нападков не было. Ну, слава Богу. Я вот рассказывал, что, ну, метров 200 от реки ходили лежанки, но они там зайца задрали. То есть там пух был, кровь, все, мы видели. У меня папа охотник, он однажды показал мне лёжку кабана дикого. Это вообще тоже такие ямы, грязь, все стволы и деревья в округе стесанные. Да, все в грязи. Просто это реально вот отшлифовано так, мне кажется, что шлифовальная бумага так не отшлифует. Как свин. Эти же тоже у нас трутся, они все заборы иногда пороняют. Так вы и сено сами заготавливаете, да? Да. Но частично, то есть у нас месяца, ну, на два, на три зависит от поголовья, то, что за лето мы заготовим. Но в этом году прямо очень мало было сено. Не урожай. Да, не урожай был. Было жаркое лето, это лучше. Климат неподходящий для травы был, она плохо росла, низкая, сухая, такая, в общем, и сено нынче дорогое, и плохое при этом. Правда? Не урожай, потому что был. А, ну понятно. И везде, везде по этому сюда подскочил, да. Номер вечера. Это гвоздь программы. Это точно. Лягкий такой пропитался. Спасибо. Так. Вообще отличный торт. Покупной рядом не стоял, сто процентов. Мне Карина на день рождения дарила большой Наполеон. И какой-то прям там дорогущий нереально. Говорит, вот это лучший вообще будет Наполеон, который ты делал. Я говорю, давайте попробуем. Мы попробовали. Я говорю, ну блин, честно, Наполеон, который делала подруга моей мамой, там, ну, тоже там хозяйка вообще там нереальная. Реальная, да, такая прям, она мощная вообще. Она, причем там, я не знаю, у нее там даже, знаешь, вот эти какие-то эклеры, не эклеры, как она их делает, я не знаю, короче, прям какой-то совсем у человека прям сдвиг на кулинарии. И я говорю, вкуснее этого торта не было вообще. Ну, вот не знаю, как это работает. Руки, руки, оно, мне кажется, все передается. С душой еще, с любовью, когда готовишь. Да, да, да. Катя там над пирогами, над тортами колдует. Она уже с Медовиком тоже экспериментировала. Мы его еще и с Черникой готовили, он такой по цвету тоже красивый. Я делала навстречу одноклассников в школе, получается, у нас. Для этого собирались с ребятами, я сделала с Черникой и все просто, какой вкусный. Они сначала предлагали, давайте там закажем или у кого-то. Ребята, я сделаю вам сама бесплатно, не надо ничего. Кстати, как вариант, у меня сестра просто одно время, она повар-кондитер по образованию, и она одно время прям, так, тортики, какая-то цена, все, у нее там клиентура. Дни рождения, дети, все там, Новый год. Ну да, Катя тоже пару раз так просили, ее она пекла, тортики. Ну вот, Катя готовит. А можно еще один, пожалуйста? Конечно. Здорово. Катя, обычно вот у нее коронные, это Медовик и сметаники. Вау, сметаники тоже бомба вообще. Вообще, да. Спасибо вам. Так, ну что, ребята, сегодня вы побывали у нас в гостях, побывали в деревне, и такой сразу же вопрос. Хотели бы вы переехать жить в деревню? Я начну. Давай. Если честно, да. Но не прямо сейчас, а лет через 15-20, возможно, вот, все-таки, мне кажется, к земле потянет, потому что я сам родом, ну, из поселка, можно сказать, тоже из деревни. Вот. И все равно вот это возвращение к корням, ну, его требует душа. Ну, действительно требует душа. Хочется иногда и, ну, да хотя бы просто выйти во двор, понять, что он твой собственный, больше ничей, и ты можешь в нем делать абсолютно все, что тебе задумно рассудится. Ну, увидеть какую-то собачку в будке, там, нацепили в вольере, увидеть, как коты ходят по двору, и им ничего не мешает. Опять же, ту же, возможно, скотинку, как бы, посмотреть, но это, понятное дело, большая и ответственность, потому что требует большого ухода. Но все равно, это радует глаз, как минимум, но и способствует, как мы сегодня узнали, здоровому питанию. Это точно. Вот. Поэтому в целом, я думаю, да, я бы хотел, но пока юношеские амбиции не удовлетворены, пока нет. Пока еще город. Пока еще нужно слишком много, нужно слишком много всего совершить, чтобы дойти до уровня, когда я могу, вот так, знаешь, сесть на лавочке под ледомика своего и спокойно наблюдать за рассветами и закатами. Вот так. Хорошо, отлично. Аня Туланская, да, что? Ну, придется. Да, слушайте, от деревни, деревни розни, во-первых, я тут тоже, поскольку, так сказать, с этих краев почти, с Пермского края, я вот такую рода топографию, ландшафт, когда есть речки, кинки, ремьев, сосны, это вот да. А, например, средняя полоса или куда-нибудь в сторону Воронежа-Ростова, где степные, в общем, края такие скучные, это для меня скучновато. Поэтому Уральская деревня, Карельская деревня, это, конечно, красиво все. Другое дело, что это все романтично звучит, когда вот приезжаешь на день сюда, но не понимая, какой труд надо вкладывать, чтобы это все обеспечивать себе. Вот, поэтому, конечно, надо думать, и мне очень кажется, что, как человек семейный, надо все-таки, чтобы было решение не одного, а там, например, главы семьи, а все семьи. Чтобы поддержали все. Да, потому что это, ну, это важное решение, и надо понять, что за этим решением последуют определенные труды, много. Вот, все. Мне кажется, нет, ну, нет, деревня хорошо, есть же исследование целое, что русский человек себя чувствует только счастливым, полноценно счастливым, чувствует, когда он живет на земле на своей, а не над соседями, которые там 5 этажей, вот, просто. То есть индексы счастья, это действительно, вот, поэтому, да. Как мы уже, в принципе, да, обсуждали, все идет от мировоззрения. Кому-то пригляднее городская суета, кому-то вот эта тишина, вот эта вся пейзажность. Каждому свое, но однозначно, однозначно, и то, и другое имеет место быть. Даже сегодня, в 21 веке, когда цифровизация идет, когда развиваются новые технологии, даже сегодня, вот, силу есть, что противопоставить, так скажем, вот этому всему большому прогрессу, так скажу. В принципе, интернет хороший, стабильный, быстрый, для, там, той же удаленной работы, в принципе, для выхода в сеть. Да и... Если есть газ, то вообще... И, как бы, да, отопление... Потому что с газом можно сделать все. Сейчас, да, сейчас можно сделать деревенскую жизнь очень даже такой продвинутой. Да. В принципе, так. Чтобы были все удобства, которые есть в городе, но при этом деревенская свобода. Да, вот это, мне кажется, идеальная конфигурация. Так, и еще вопрос, который, кстати, волнует, я думаю, многих наших зрителей. Вы сегодня пробовали еду из русской печи. И вот, как она отличается, допустим, от той еды, которая приготовлена в духовке, например, где-то на электроплите. Вот, пироги, например, да, у нас вот они приготовлены в печи, готовили прямо вот здесь вот свежие, как есть отличие. Ну, тесто отличается, значит, как бы оно другое. Оно как-то, я не могу сказать, сочнее, но, ну, как бы, другая текстура у него интересная, как бы. И при этом ничего не подгорает, очень все красиво, мне кажется, по тесту прям вообще все замечательно. На самом деле, такой момент, дабы не обижать жену, я могу сказать, что у нее в духовке получается просто невероятная. И это самая вкусная еда всегда для меня, но всегда чувствуется, когда приготовлено с душой. И тут, мне кажется, неважно, русская печь или духовка, и там, и там можно приготовить плохо. Все зависит от рук, от желания хозяйки. Желание хозяйки не только, так скажем, проявить свое мастерство, но и угостить, поделиться чем-то вот с гостем. Мне кажется, это, вот, именно это и играет, когда мы говорим о вкусе еды. Поэтому еда жены всегда, всегда лучше всех, но сегодня было не менее вкусно 100%. Чувствуется, что с душой, очень все вкусно. И самое главное, за столом это хорошая компания в том числе. Тогда все становится еще в разы вкуснее. Ну, сегодня мы посидели, сделали из простого рабочего дня, как бы, такой этот душевный посиделок. Мне это еще здорово, когда за каждым блюдом есть какая-то своя история. Это наш, когда вы говорите, что вот это вот, наш здесь мед, а здесь там наш картофель. То есть, это не просто какие-то там купили продуктов, а здесь как бы полный производственный цикл. Да, да, да. От семян до готового. И натуральность, натуральность, да, она действительно чувствуется, есть такое. Вот опять же, тот же медовик, вернемся к нему. Если мы говорим про покупные аналоги этого торта, то там всегда, как правило, вот этот вкус, он приторный, он вот такой какой-то, он прям кричащий. А здесь прям чувствуется вот такая сбалансированность, и мед, он такой небольшой ноткой вот на послевкусие добивает все. Вот примерно так. Может, в салон вот они здесь полезут? Да, лучше в салон. Лучше в салон. Тут реально, ну вот если так посмотреть, вот такая чистокрайна. Да. Фонари еще не включились. Солк, кстати, хорошая. А, у нас тут они просто не горят. Да, да. У нас в той стороне горят, а в этой стороне у нас все потухли фонари. Спасибо большое. Ну все, приятно было познакомиться. Вам счастливой дороги. Будем смотреть, будем завидовать. Дай бог, свидимся еще. Да, конечно. Вроде все проверили, ничего не забыли. А то Москва, это путь не ближний. Но приезжайте обязательно, если проездом когда-то будете, заезжайте. Все, до свидания. Ну все, проводили. Ребята поехали. У них еще путь не ближний. Да. Ну еще долго ехать, кажется. Нам надо прибираться. Посуду мыть. Ну все, пойдем домой. У нас до сих пор новогодняя красота. Все горит. Скоро уже эту красоту будем убирать. Ну что, друзья, получился у нас сегодня вот такой ролик. Не совсем обычный. Приезжала к нам съемочная группа с телеканала НТВ. Снимали про нас сюжет. Целый день мы провели вместе. Сначала там ходили, управлялись. Но ребята зашли, разложили вещи. И мы пошли снимать управу. Там немножко показали животных. Как у нас устроено хозяйство. И потом уже переместились в дом. Кстати, еще природу поснимали. Природа у нас здесь очень красивая. Всем нравится. И кто приезжает сюда в первый раз, сразу же на это обращают внимание. Что у нас здесь очень красиво. Красивый лес, реки, устье рек. В общем, природа здесь такая, что есть на что посмотреть. И потом мы уже после улицы переместились домой. Катя здесь как раз стряпала пироги. Тесто поднялось. Начинки были готовы. И вот этот весь процесс, как готовились пироги, как они выпекались в русской печи. Все мы это поснимали, посидели, накрыли стол, покушали. Ребятам наши угощения понравились. И отметили то, что на столе было все свое. Все домашние продукты. Тут у нас буквально что-то с магазина. А так все свое. И все было приготовлено в русской печи пироги. Ну и конечно же медовик. Это Катин номер вечера. Правильно, да, Катя? Да. Номер вечера такой вот. Как Илья сказал, гвоздь. Мы ребятам с собой в дорогу дали еще пирогов. И сладких положили, и соленых пирогов. Потому что у них сейчас будет дальняя дорога. Им там надо было заехать несколько точек. И завтра у них будет самолет домой. Поэтому пироги будут как раз, кстати, в ближайшее время, получается, на телеканале НТВ про нас выйдет небольшой сюжет. Нам сказали, что будет ролик, там буквально минутки 2-3, он где-то будет, про людей, про молодых людей, которые живут в деревне. В общем, там забегать вперед не будем. Сами все увидите, посмотрите. А у нас получился вот такой ролик. И пока я, кстати, этот ролик смонтировал, возможно, там уже вот-вот на телеканале НТВ выйдет про нас сюжет. Либо он уже вышел. Там уже надо было смотреть, когда у них этот сюжет выйдет, они тоже сами не знают. Потому что монтаж, это дело сложное. И это все занимает время. Мы, наверное, еще в ноябре обещали, что снимем ролики с ответами на вопросы. У нас до этих роликов все не доходят руки, потому что работы очень много. Мы все снимаем, работаем, но обязательно в ближайшее время постараемся сесть и пробежаться по всем часто задаваемым вопросам. Так что надеюсь, что в ближайшее время у нас выйдет такой ролик. Мы с Катей соберемся. Да, Катя? Да. И сделаем вот этот ролик с ответами на вопросы. Потому что уже некоторые зрители писали. Ребята, вы обещали сделать такой ролик. Когда будет, вы про него уже забыли. Мы не забыли. Просто вот все, как-то руки не доходят. Очень много работы хочется и то поделать, и другое. Никак она не откладывается ни в какой долгий ящик. Работа, она и есть работа. Так что про этот ролик мы тоже не забываем. И обязательно скоро он у нас появится на канале.